Друзья, всем привет! С вами Димас, оператор Антон, сегодня с нами присутствует. Решили приготовить такое блюдо необычное, для многих точно необычное. Будет у нас вот суп из такого картофеля, фиолетовый картофель. Он, наверное, всем надоел, наверное, все выращивают, но при этом мы тоже решили с оператором. Оператор предоставил любезно своего огорода картофель. Такой вот рязанский, стал он фиолетовый. И приготовим суп. Пюре, крем из такого картофеля, что получится, не знаю, но вкусно, говорят, вкусный картофель. Вот мы решили тоже попробовать высадить. Также кабачки у нас понадобятся такие вот маленькие, мы нашли молоденькие. Если нет молоденьких, возьмите старенькие, как бы разницы нет, только без семян. Лук репчатый, имбирь у нас уже умирающий, орешки, вот у нас лесные и фисташки присутствуют. Если есть другие орехи, ингрецкие, кедровые, ну, возьмите эти орехи, как бы просто будет вот вкус, оттенок у супа со вкусом этого ореха. В принципе, должно быть так. Также будет масса растительное, присутствует, и разные гастроемкости, в том числе помощники, блендеры и тому подобное. Так что, что нам понадобится? Надо сейчас будет на фольгу завернуть картофель, запечь его, и все остальные овощи, как кабачок и лук, это все обжаривается на обычной сковородке. Потом соединяем, блендеруем, до вкуса доводим, суп готов. В принципе, элементарно делается, довольно-таки быстро, самый долгий процесс запеченный картофель. Так что, сейчас приступаем к его запеканию. Можете без фольги запечь, мы запечем с фольгой, как бы, кому как больше нравится. Если нет фольги, можно без фольги это сделать, как бы, это не критично. Завернем каждый картофель. Смотрите, вот, у нас наша духовка разогрелась, 200 градусов, поставьте. И прямо вот мы кладем туда вот, вы кладете, не знаю, можете все на поднос положить. Мы вот так положим, аккуратно не обольтитесь. И все, и запекаем в течение минут 20. До готовности, короче, полчаса, в зависимости от вашего картофеля, какой он у вас размер, маленький или крупный. Так что ждем время и будем готовить суп. Обжариваем орехи. Обжариваем орехи, пока не появится ореховый запах. Оператор просто спросит, сколько я, откуда знаю, как начнет вот это облупляться штука. Так, значит, готово они. Смотрите, орехи поджариваются. Видите, дымок. Даже на камеру это видно. Как бы, ну, на среднем можно это сделать. Видите, он, как сказать, облупляется. Вот, вот, вот эта чешуйка слетает. Как сказать, очищается. Как правильно сказать. Ну, и как бы сами орехи сырые, они вот более вкусные становятся. Я вот сейчас один попробовал, пока оператор не будет. Очень вкусные получаются орешки. Вот, ну, как бы потом надо, сейчас они остынут, мы их пошелушим, чтобы вот они такие вот голенькие стали. И чтобы вот получились вот такие вот все красивые орешки. Смотрите, даже смайлик какой-то, да? А ему больно, ему больно орешку. Наливаем масло. Закидываем наш лучок. И обжариваем почти до готовности. Добавляем чесночок, один зубчик. Ну, немного, если вы не любите чеснок, можно добавлять. Ну, вот, друзья, у нас лучок обжарился уже, прозрачный становится. И мы запидаем наши кабачки. Простонародец, цукини, имбирь. Там где-то было у нас. Вот, у меня есть. Если что. И тоже все обжариваем до готовности. Пока вот у нас там лук с кабачками обжаривается, орешки поджарили, мы сделаем сейчас, немножко взобьем отдельно орешки. Можете все кинуть вместе, сбить. Мы решили отдельно все. Естественно, мы возьмем воду, нальем сейчас. Ну, так, чтобы вот орехи покрылись водой, чтобы было удобно взбивать полкружечки, чтобы не расплескалось у нас, ничего. И будем сейчас взбивать наши орехи. Ну, вот, смотрите, у нас масса пробилась. Смотрите, как много орехов. Будем чистить наш картофель. Такой прикольный он выглядит, интересно. Честно, первый раз вижу такой картофель, никогда им не это... Не увлекался. Ну, чистится обычно, в принципе. И в картофеле мандире. Ну, вот, смотрите, ребята, вот, для сравнения, чтобы у вас наглядно было, вот такой картофель вот в отварном виде, его даже разрежешь сейчас, чтобы сравнить. Вот такой вот, смотрите, чуть-чуть вот фиолетовости есть какая-то. Голубизна не скажем, но фиолетовости есть точно. И вот такой же картофель, только сырой. Ну, чуть-чуть, да, ярче, естественно, да, для сравнения. Куда-то, видимо, по тепловой обработке вот это все уходит. Ну, как мы не варили, мы запекали, уйти некуда. Ну, куда-то ушла, в пар, наверное, в конвекцию, куда она может лететь. Ну, вот, такой вариант. И кидаем наш картофель сюда. Ну, на видео он более, кстати, фиолетовый, кажется, чем в реальность. Вот, например, вот кусочек прям, когда на свет попадает, они прям переливаются. Вот это вообще фиолетовость. Реально на видео оно более фиолетовое, чем вот в реальность. Свет падает, да. Ну, картинка прям интереснее. Ну, и как бы все, вот сейчас это все вот так перемешали. Даже можно соли добавить немножко сейчас будет. Добавим нашу ореховую массу. Такая эротичная. Обязательно нужно смыть водой. Сколько тут еще орехов у нас. Ну, и в принципе, еще можно добавить капельку водички. Чтобы у нас картошка вся закрылась. Почти. Процесс сейчас еще выкипят немножко у нас. И загустеет. Если будет густой, можем добавить. Как вы видите, я не добавил ни муки, ни крахмала кукурузного, ни картофельного, никакого. Потому что есть тут картофельный крахмал. Ну, и как бы орехи тоже они дают какую-то свою. Смотрите, какой цвет получился из-за орехов. Чуть прозрачный. Как бы фиолетового цвета мы точно не добьемся. Придется вот эту футболку порезать на кусочки и туда. Ну, вот смотрите, ребята. У нас масса вся. Вот этот супчик как бы закипел, прокипел. Это достаточно важный момент. Вот мы заливали холодную. Если вы заливаете кипяток, да, тогда вы можете сразу блендеровать. А мы залили вот холодную. Из-за этого дали ей закипеть. Потому что если будете потом блендернете, и у вас будет закипать в процессе как бы локанизации, она очень опасная. Опять же, неустанно об этом повторять, но это такая вещь. Так что все, блендеруем. Соль добавил. Все, начинаем. Ну, вот смотрите, вот, ну, видели, что картофель фиолетовый. И цвет, смотрите, какой получился у нас. Где фиолетовость? Вообще не так просто. Обычный там суп. Ну, вообще на кашу похож какой-то. Овсяный. Ждем закипания вулканчиков. Соль добавили еще, до вкуса довели. Прокипит и будем пробовать уже. Ну, как бы, чтобы не испортилось. Что, друзья, будем пробовать наш фиолетовый суп. Как странно это не звучало, но он фиолетовый, из фиолетового картофеля. Я не знаю, что добавляют многоуважаемые блогеры, снимая свой фиолетовый суп. Либо сорт картофеля такой, еще более фиолетовый, чем у нас. Честно, мы не помним, какой у нас был сорт. Да, вот смотрите, да, такой вот. Такой цвет, вот. Как бы изначально картофель, и вот получается суп. Как бы все видели, мы добавили, там, лук, кабачки, там, ореховую массу. Да, она дала свой оттенок такой вот, кремовый. То есть, я не знаю, либо красители добавляет блогер, когда снимает такой вид. Либо такой сорт картошки. Просто при тепловой обработке все ушло. Вся фиолетовость ушла. Запекли, часть ушла. Изначально такая была. Стала более такая светлая. Мы еще сварили, блендернули, и вообще ушло. Вот есть кабачки вкрапления зелеными. Но вкрапления фиолетовости вообще никакой нет картофеля. Просто она вот такая вот крахмальная. Вот, да, тут либо муку добавили мы, либо вот картофель. Все, много картофеля должен быть цвет, быть фиолетовый. Нет его. Ну, будем пробовать, что у нас получилось. Ну, как бы на вид обычный крем-суп, даже каша больше. Очень вкусный. Из орехов. Орехи чувствуются, добавили немного. Ну, на вкус прикольно. Можно обычный картофель добавить и сделать такой же суп. Не обязательно фиолетовый. Как бы это видео-эксперимент такой мы сняли. Хотели попробовать. Может быть, у нас тоже будет такая красивая, такая заставка. На других видео решили снять такое, но получили обычный картофельный суп-пюре. Напишите обязательно в комментариях, кто сталкивался с фиолетом картофелем, либо готовил что-то из него. Менялся цвет, не менялся. Ну, какие-то любые пожелания. Привет, все дела. С вами был Димас, оператор Антон и вся банда Кукс Брадер Хукс. Всем приятного аппетита и прекраснейшего настроения. Увидимся на нашем канале. Пока-пока.